Сразу после победы Майдана, исполняющий обязанности президента Александра Турчина провел совещание с представителями финансовых служб страны и задал вопросы, где лежат деньги Януковича и его окружение. Были указаны конкретные компании, фирмы, которые покупали облигации внутреннего государственного займа, по которым государство Украина должно платить 8-9% годовых. И указали, что эти компании получали деньги, скорее всего, незаконным путем. Те деньги, которые вымывались из экономики Украины за счет коррупции, за счет вымогательства и так далее. Тогда же судами были арестованы эти деньги по ходатайству прокуратуры. Они лежат уже больше двух лет на судах. Общая сумма от 40 до 50 миллиардов гривен примерно. Для сравнения, это примерно 10% бюджета Украины арестованной лежит на счетах. На сегодняшний момент собственники этих средств реальные находятся за пределами Украины. Фунты, на которых были эти фирмы зарегистрированы, находятся за пределами Украины. По действующему законодательству, для того, чтобы эти деньги признать незаконно полученными и привлечь бюджет, необходимо этих людей найти, арестовать, задержать, привезти в Украину, судить. И только после этого, доказав, что эти деньги получены были незаконным путем, эти деньги можно будет зараховать бюджет. Сколько лет на это уйдет? Отвечу. Ровно столько лет, сколько Янукович и вся его камрилья будет в гостях у Путина. 3, 5, 10. Если так дальше будет выстраиваться государственная политика, то эти люди вернутся в Украину в течение ближайшего года-двух, и эти деньги вернут себе на блюдечке за голубой каемочкой и так. На сегодняшний момент есть предложение принять отдельный закон для этих средств, которые, мы считаем, зарабатывались незаконным путем, затем через разного рода зиц-председатели заводились в Украину, чтобы эти деньги могли быть конфискованы уже сейчас, как деньги, которые не могут быть объяснена законность их происхождения. На эти деньги была бы укреплена оборона и безопасность страны. В частности, планируется потратить их на закупку новых вооружений и техники для укрепления украинского оборонно-промышленного комплекса и армии. Для этого необходимо принять этот закон. Многие депутаты, к сожалению, законы не читают, в них разбираться не хотят. Коммуникация очень слабая среди депутатами, фракциями и так далее. Из-за этого устроили политические игрища. На самом деле, этот закон не угрожает интересам лиц, которые законопослушным образом приобретали ту или иную собственность или иные облигации и так далее. Поэтому бояться надо тем, кто не сможет объяснить, откуда какие-то фирмы покупали на сотни миллионов долларов украинские облигации внутренних займов. Если этого не сделать, то мы еще будем обязаны заплатить этим председателям и их держателям, находящимся в России, несколько миллиардов долларов. Мы с вами и все наши телезрители. Поэтому этот закон – реальный путь восстановления справедливости в нашей стране отчасти. Что касается опасений народного депутата Сотник, что Янукович когда-нибудь рассудится, там не только деньги Януковича, там деньги и его окружения, и Арбузова, и Азарова, и других-других. Они все хотели инвестировать в облигации государственного займа, потому что это надежно. Они считали, что они пришли навсегда, и государство им всегда будет платить. Поэтому хочу сказать следующее. Для начала пусть они расскажут и докажут, откуда они эти деньги брали. Могу сказать, что законного пути их приобретения там не было. Поэтому я не вижу опасений, о которых высказывает Елена Сотник. Я уверен, что такое решение будет эффективным для людей. Если этого не сделать, мы покажем, что мы несправедливое государство, в котором невозможно защитить интересы народа.